Это я вот тоже перед тем, как готовить материалы для этого нового курса по паттернам, пытаюсь понять, для чего их народ вообще, как воспринимает все это дело, и обнаружился огромный разрыв между тем, что люди считают, что есть весь этот компьютер-сайенс непонятный, который нужен исключительно, чтобы пройти интервью, и реальными вещами, которые нам каждый день нужны в работе, и к которым вся эта фигня вообще не относится. А нам в работе нужно что? Нам в работе нужно знать, как работают конкретные библиотеки, знать синтаксис языка, ну и все. По сути, мы уже можем писать какой-то код. Ну вот это и имеем. Причем, если этот же опрос делать в другом сообществе, то есть в сообществе шарпистов, джавистов, и я вам скажу по секрету, даже пичпишников, оказывается, что гораздо большее количество людей, даже в сообществе пичпишников, там больше 50%, гораздо больше считают, что это все полезно, и это можно использовать каждый день. И то, значит, в джаваскриптовом мире, я думаю, что вот эти вот там 41%, это их еще нужно очень сильно проверять, потому что, с одной стороны, все эти знания, они, ну, как бы, хорошие, да, полезные, большинство из них, даже если ты, как бы, все это освоил, но не все используешь, но оно у тебя где-то есть в голове, и ты уже не используешь сознательно. Ну, то есть, допустим, считаешь, что, допустим, этот принцип тут мне ничего полезного не принесет, он не будет конструктивным для моего конкретно случая. Но вообще ты про него помнишь, что он есть, и когда нужно, ты его сможешь использовать. Хотя бы поэтому их нужно учить, что это просто расширяет наш кругозор сознания и позволяет там как-то переосмыслить все, что мы там пишем. Но если вы все-таки изучаете все эти паттерны, там, принципы, весь этот компьютер-сайенс, главное, чтобы это все не стало каргокультом, ну, потому что очень часто, вот тут есть еще один вариант, как люди отвечали, там, в одном месте, там, 18, 20, там, до 30 процентов отвечают, что это все просто для того, чтобы повышать self-estimation. Ну, self-estimation для самого себя, чувство собственной важности повышать, ну, и для работодателя, чтобы доказать, что ты там сильно полезен и, как бы, очень для компании ценен. Вот такое. Ну, мне кажется, что это не очень правильное, не очень хорошее состояние вообще, потому что, ну, вот у меня ощущение, что все-таки можно совместить, то есть какую-то, значит, теоретическую основу с практическим использованием. То есть, конечно же, нельзя тянуть вообще в свой проект все принципы и паттерны, которые ты знаешь, иначе это будет страшный оверэнжиниринг. Нельзя, чтобы они превращались в, там, какой-то ритуал, в такую вещь, которую ты делаешь просто для того, чтобы она была, потому что это круто, или для того, чтобы стучать пяткой в грудь и показывать своим коллегам, что ты знаешь, а они в этом ничего не рубят. Сейчас ты им расскажешь, как на самом деле писать проекты. Ну, это тоже достаточно распространенная такая штука. То есть, чтобы это не становилось оверэнжинирингом, чтобы это не становилось, значит, для повышения чувства собственной значимости исключительно, и вообще как бы не особо нужно, да, но вот как бы для того, чтобы себя как-то поднять в глазах других, очень часто тоже люди это считают таким инструментом. А на самом деле эти знания, они не просто есть, их постоянно нужно переосмыслять, потому что когда вы переходите с одного языка на другой или с одного фреймворка даже на другой, или там как-то меняется сильно направленность ваших проектов, вот вы были там системным программистом, стали прикладным или перешли там с двухучета на медицинские системы, вам нужно многое переосмыслить. И вот во всех этих паттернах и принципах вы должны опять заново перестроить все это дело и для себя решить, что вы из этого используете, что нет, значит, и, допустим, как это будет выглядеть в дживоскрипте, потому что можно, конечно, взять книжки всяких умных дядек, а в этих книжках будет показано, как это делать на дотнете, C++, Java и других языках. А зачем оно нам такое? То есть у них есть свои традиции, свои, в общем, возможности языка, и реализация паттернов при переносе на JavaScript и TypeScript должна существенно измениться. Вот этого тоже не всегда понимают. И мне кажется, что именно переоткрытие и постоянное переосмысление, даже вот если вы находитесь в инфраструктуре дживоскрипта, ну, не особо уходите куда-то, значит, в какие-то другие дебри, изучая другие языки, но даже находясь в инфраструктуре дживоскрипта, вы все равно каждые как минимум 3-4 года должны все это переосмыслять, иначе оно умрет в голове. То есть язык меняется раз, вы меняетесь, задачи меняются. Если постоянно это не обновлять, то оно перестает быть живым, знание перестает быть живым. И вот мне кажется, что чтобы оно не превращалось в карго-культ и чтобы оно не превращалось в какое-то вспомогательное знание для собеседований, в какие-то формальные знания для повышения чувства собственной значимости, чтобы оно не превращалось в какую-то, значит, вещь абсолютно для того, чтобы усложнить проект и показать, как вы важны в этом проекте, это же тоже на самом деле иногда происходит несознательно. То есть посмотришь, ну, как бы тут вместо 5000 строчек можно было бы и 100 написать, и вообще-то все было бы гораздо более гибко. И это самое. Тут еще такая важная штука, что, конечно, в каждой организации есть группа людей, которая принимает решения. И вот эта группа людей, она сначала, когда формируется проект, они договариваются, ну, и, в общем-то, потом уже желательно ничего не трогать, не менять, хотя бы не трогать какие-то основные принципы. Ну, то есть вот они сговорились, что вот это хорошо, что у нас везде тут все написано вот в таком синтаксисе, вот с такими-то паттернами, с такими-то фреймворками. Главное, чтобы не пришли какие-то внешние люди и не начали шатать мою трубу. В общем, тут тоже такая штука, что люди попадают вот в эту бульбочку, не хотят ничего впускать вовнутрь и не хотят переосмыслять свою работу, ну, как минимум, там, я не знаю, после закрытия каждого этапа существенного, ну, хотя бы раз в несколько месяцев нужно задуматься над использованием использованием тех или иных библиотек, тех или иных паттернов, принципов, структуры проектов. Да, иногда это может быть опасно. Вы вдруг обнаружите, что у вас технического долга больше, чем вы ожидали, и больше, чем ожидало ваше руководство. Откуда вдруг случился технический долг? Вы же нам докладывали, что у нас его мало. А тут вдруг подумали, и оказалось его в пять раз больше. Вы же не можете сказать, я хорошо подумал, я решил переосмыслить то, как я пишу код. В общем, надо все переписать. Это будет непопулярным решением, и поэтому люди тоже стараются и от себя это скрывать. Ну, понятное дело, что перед руководством, так сказать, не всегда удобно. Но, ну, как минимум, нужно как-то постепенно, завуалированно все это дело преподносить. Если уж не можете прямо вот сразу, если у вас такое руководство, что оно не хочет это все понять, не хочет слышать, ну, в любом случае, для себя нужно все переосмыслять. Потому что если вы не обновляете, не переосмысляете свои знания, я даже не говорю про кодовую базу, а подходы, свои знания и инструментарий, то все рано или поздно приходит в упадок. Вот так это происходит. То есть мне кажется, что нужно на проектах и в компаниях заводить постоянно действующие семинары, на которых стимулировать людей, чтобы они приносили какие-то новые идеи, делали доклады, ну, не для того, чтобы завтра все просто переписать, выкинуть и поменять. А для того, чтобы поставить под сомнение что-нибудь, возможно, мы завтра не будем это внедрять, но запланируем внедрять это через год, допустим, или вынедрять. Еще лучше что-нибудь вынедрять. То есть если оно у нас используется, вот у нас где-нибудь внедрение зависимости используется, и вдруг мы понимаем, что оно как-то не так используется, или же оно нам вообще не нужно, что оно связывает наш код сильнее, или же наоборот делает его жиже. Вот, короче, кто-нибудь имеет какое-то такое представление о том, как бы хорошо было бы что-то улучшить, или внедрить какие-то принципы, или паттерны, или, допустим, перейти с асинхронщины, каким-то образом изолировать бизнес-логику, и писать бизнес-логику в виде синхронного кода, как это вот, допустим, в Java делается, выставляется наружу из всех доменных классов, выставляется фронт-контроллер, вся асинхронщина за пределами фронт-контроллера, а внутри уже практически синхронный код, то есть внутри там вычислений. Мы в JavaScript так не привыкли делать, то есть мы от, скажем, параллельного программирования более защищены, но асинхронное программирование не менее опасно, и, конечно же, в некоторых случаях вот может оказаться, что теперь уровень сложности стал слишком большой, и теперь нам нужно все-таки асинхронщину как-то изолировать и максимально выгнать из бизнес-логики. Ну, это тоже хороший путь, и вот чтобы это осознать, чтобы прийти к этому, коллектив должен, мне кажется, собираться ну, минимум два раза в месяц на какие-то такие небольшие семинарчики, ну, метапчики внутренние. Иначе будет просто ну, руководство, там, всякие архитекторы, СТО, там, сеньоры, они сговорились, все нормально, значит, проекты делаются, деньги мутятся, ишли открываются, закрываются, значит, все, календарик движется вперед. Чтобы такого не происходило, чтобы все-таки происходил рост специалистов, я думаю, что если специалисты не растут на проекте, то проект тоже деградирует, да, и, значит, они плохо пишут, потому что, не просто потому, что они не растут, а они плохо пишут, потому что постепенно покрывается все плесенью, это тоже нельзя допускать, нельзя допускать, чтобы происходил такой подсознательный сговор о том, что у нас все хорошо, и что не нужно ничего трогать в структуре проекта и в архитектуре всего солюшена, и, значит, но и одновременно и не пускать какие-то очень большие изменения, потому что какие-то изменения, они бы, может быть, там хотелось бы, но они не дадут того эффекта, и это тоже нужно доказать, то есть, мне кажется, что должны быть такие дебаты какие-то, ну, то есть, чтобы одни люди отстаивали одну точку зрения, другие, значит, пытались ее сломать, ну, и это же все часть рабочего процесса, мне кажется, это гораздо более конструктивная вещь, чем если каждый сидит себе по уголку и пишет свои крудики, правильно? Ну, вот, в общем-то, все, что я хотел сказать для начала, а теперь, пожалуйста, ваши вопросы или же предложения. Спасибо.